Утро от первого, мы на месте. Тринадо заработал, включили до тускового полоса. Не запринято, уезжаем. Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента ПЧС спасли пожилую женщину, задыхавшуюся в дыму в собственной квартире. Этот случай произошел в одной из пятиэтажек 16 микрорайона. 23 марта 2017 года в 14 часов 46 минут поступило сообщение о загорании квартиры жилого дома. Привык на место происшествия, пожарные не смогли войти в квартиру, как поскольку там находилась 86-летняя женщина. Сотрудники пожарной части номер один, начальник коровы, старший лейтенант граждан защиты Асылхан Туран вместе с старшим лейтенантом граждан защиты Рахом Алтаевым сошли в квартиру через трехкалерную лестницу в окно третьего этажа. К этому времени вся квартира была в дыму. Женщина лежала на диване и уже теряла сознание. Как позже выяснили пожарные, хозяйка квартиры была парализованной и передвигаться самостоятельно не могла. Проникнув через окно в квартиру, мы увидели пожилую 86-летнюю женщину, которая просила о помощи. Соседи рассказали, что она инвалид второй группы и уже пять лет прикована к постели. На кухне мы увидели на газовой плите сгоревшую кастрюлю, забытую на дне. Мы открыли окна и двери, проветрили помещение. Спустя несколько минут пожарные эвакуировали женщину на свежий воздух, а позже передали ее в руки прибывших врачей скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Во избежание несчастных случаев, связанных с огнем, пожарные периодически проводят тактические учения. В этот раз отработку они провели в социальном городке Салем. Учения специалисты департамента ПЧС объединили с открытым уроком, на котором показали сотрудникам городка пожарное оборудование и экипировку. 1 марта по 31 марта у нас является месячником гражданской обороны. Для того, чтобы повысить внимание, повысить знание населения о вопросах гражданской обороны, мы провели сегодняшнее мероприятие. Сотрудники социального городка смогли задать и интересующие вопросы по правилам противопожарной безопасности, а их накопилось немало. Как говорят работники Салема, такие учения с консультациями специалистов необходимо проводить как можно чаще. Нам очень понравилось, как подготовили тренинг по пожаротушению. Особенно, что презентация была подготовлена на английском языке. Очень информативно, очень профессионально. И мы нам смогли продемонстрировать, как работают сотрудники в чрезвычайной ситуации. Ответили на все наши вопросы. Это было нам самим очень полезно. Эти учения пожарные приурочили к Всемирному дню гражданской защиты. Такие же отработки в течение года пройдут и в других организациях Шимкента. Примерно в час ночи сотрудники ДПП на Ленгерском шоссе задержали водителя автомашины Тойота Карина. Как предположили полицейские, он управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Автовладельца полицейские доставили на освидетельствование в наркологию. Но проходить экспертизу водитель отказался, заявив, что автомашиной не управлял. Я не управлял автомобилем. Я выпил, но за рулем не сидел. Полицейские меня просто задержали, когда я ходил возле дороги. А потом доставили на освидетельствование в наркологическую экспертизу. Отказываюсь проходить проверку, потому что не понимаю, для чего это надо. Я ведь ничего не нарушал. Впрочем, как установили полицейские, водитель правила дорожного движения нарушил и не один раз. Ранее он уже был лишен водительских прав за управление автомашиной в нетрезвом состоянии, но вновь сел пьяным за руль. Теперь полицейские готовят на него очередной материал в суд. На этот раз наказание может быть более суровым вплоть до лишения свободы. Продолжение следует... Мы заприняем. Выезжаем.